У меня было первое стремление учиться, и получить знания, потому что у меня, в принципе, за спиной-то кроме бедности по той времени ничего и не было и нужно было стремиться к чему-то, чтобы достичь. Я все-таки одиннадцатый в семье был по тем временам. И когда мы учились студентами, мы жили только на стипендию. И тяга к знаниям и ко всему хорошему она была. Вот поэтому, когда я пришел на производство, мне было просто. Через полгода меня уже повысили на две ступеньки вверх на автозаводе. То есть я пришел мастером, через полгода я уже был начальник смены в течение первого года. Но потом меня уже призвали в армию. В другую немножко область ушел, но тоже на производство, но только на другой завод. На два года. Где еще плюс ко всему был секретом партбюро завода. В молодые годы. В двадцать. Получается четыре, двадцать пять лет. Я уже был секретом партбюро завода. Его в партии доступили в ВУЗе? Нет, в армии. Вы только что интересную фразу произнесли, что я партию не бросал, партия меня бросила. Да, меня бросила. Но есть сожаление какое-то? Безусловно, сожаление. Я ей верой и правдой служил. Она меня поднимала. Она оценивала меня в то время. Это были самые лучшие годы. Я считаю, что лучше, чем те годы, которые мы учились пять лет. Ну их на сегодня вряд ли еще. Повторить их невозможно. По крайней мере становился путь становления человека там. В это время. Мне кажется, что становление становится вот именно в стенах института. Или ты выйдешь человеком, или ты куда-то дальше уходишь.